Год 1999, такой элитный турнир, и Василию Михайловичу Иванчуку удалось достаточно убедительно быстро победить Веселина Топалова черным цветом. Совсем непростая задача. Ну, естественно, черным надо где-то было пойти на риск, и разыгранный вариант английского начала этому способствовал. Собственно, вот главный момент, который мы с вами сейчас будем наблюдать. Белые не боятся связки, черные как-то очень напористо пытаются вызвать здесь бурю. Они нажимают, значит, на c3, соответственно, нажимают одновременно и на d4. Белые справедливо играют конь b5, значит, с одной стороны защищаясь, с другой стороны указуя на какие-то слабости. Однако d5. И вот здесь, судя по всему, белым надо было решаться на такой вариант какой-то, как слон f4, e5, слон d2, там d4, конь d5. Вот здесь, пожалуй, они могут поставить перед соперником определенные вопросы, потому что все-таки выглядит нагловато игра черных. Но Топалов немножечко как бы дрогнул раз. И после хода конь f6, ну, наверное, снова ему нужно было давать как-то шаг на d6, но чуть-чуть дрогнул 2. Тогда сделана короткая рокировка. И вот с этого момента у черных уже лучше, и Иванчук не упускает никаких возможностей. Сыгранный ферзь b3, взятие на c4, и чуть-чуть трудно иногда бывает людям сломать свою собственную пешечную структуру, но вот надо, надо, надо. Играется e5. Открывается дорога слону, слон хочет выскочить на e6 и подчеркнуть некоторые недостатки ферзя. Ферзь завязан в свою очередь на коне, поэтому конь сейчас отскакивает в слон e6. И вот после хода ферзь d3 не выигрывает напрашивающийся ладья d8, так как есть ход конь bb7. Зато блестящая жертва пешки e4. Происходит такой вот размин, и после хода ладья d8, ферзь d2 и конь d4, ферзь b2. Ну вот здесь надо, что называется, предъявить решающий аргумент, и этот аргумент предъявляется. Жертвуется конь, задерживается белый король, в смысле рокировки. После взятия не какой-то там немедленный шаг, но вот оказывается, что ладья e8. И вот угроз очень много со всех сторон по теме противостояния, по теме подвисшего слона и главному бургу, конечно, короля. И в общем дальше уже и мальчук неумолим. Несмотря на лишнюю фигуру, белые ничего не могут сделать. И вынуждены признать свое поражение уже на 25-м ходу. Разгром, действительно разгром. Топалов сыграл чуть-чуть неуверенно в дебюте и был повержен без всяких шансов.